Да, ожидаемо, потому что по 207.3 приговоры 6, 7, 8, 8,5, вот такого порядка. И в общем и целом не важно сколько там было эпизодов, но у нас за каждый эпизод получается Роману дали 6 лет. И по совокупности всех этих сроков Букиной получилось 7. Но я не считаю, что мой муж в чем-то виновен, что он сделал что-то неправильное, потому что в премиях он разбирал все свои посты по предложениям. Там нет ни фейков об армии, потому что эта информация, то что, например, будет опубликован доклад ООН. Это во-первых не про армию, во-вторых не фейк. Да, он по предложениям разбирал все эти посты и говорил о том, что он пытался показать суду, что ни в одном из предложений каждого поста нет политической ненависти. Ее там действительно нет, и каждому нормальному человеку это понятно. То, что происходит в Королевском суде, на самом деле, на мой взгляд, это просто надругательство над правосудием и здравым смыслом. Я думаю, что для нормальных людей все это очевидно. И тот срок, который Роману дали, естественно, он с правосудием ничего общего не имеет. Мы будем подавать апелляцию. Я надеюсь, что апелляционная инстанция как-то более адекватно отреагирует на те материалы уголовного дела, которые в нашей папочке сейчас лежат. Потому что там лежит откровенный позор. Там лежит безобразная экспертиза с кучей ошибок. Там лежит просто, там все дело выглядит так, как будто его пытались вальсифицировать. Там не совпадают ни даты, ничего. И Роман про это в премиях тоже говорил. Я надеюсь, что апелляционная инстанция все это учтет. И я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые во всем этом процессе нас поддерживали, которые продолжают нас поддерживать. Вы большие молодцы, спасибо вам. Сегодня большую часть пришедших не пустили в зал на оглашение? Вот как вы относитесь к этому ситуации? Мы писали заявление. Не я одна писала заявление на то, чтобы дали зал побольше. Как мы видели, зал сегодня был свободен. Я считаю, что это просто Королевский суд и его позиция. Не давать больше зал. Хотя было написано о том, что вы нарушаете права журналистов, вы нарушаете принцип гласности судебного процесса. Но тем не менее, как мы понимаем, Королевский суд это все не впечатляет. Сегодня приставы вели себя совершенно отвратительно. Приставы, которые вот этот спецназ, они толкали людей, толкали маму Романа, выпихивали журналистов. Я вообще не понимаю, по какой причине эти люди считают возможным относиться к другим так, как будто мы тут все сход. Это отвратительное отношение. Я считаю, что нужно на это жаловаться. Чтобы те, кто позволяет себе такое поведение, тоже были по итогу наказаны. А что Роман сказал после приговора? Нас там не было, но вы это слышали. После приговора Роман сказал, когда судья спросил у него понятен ли ему приговор, Роман сказал, что это не ему приговор, а приговор в судье, то есть суду. Я бы сказала судилищу, которое мы все наблюдали долгое время. Я с ним абсолютно согласна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.